Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, друзья, сегодня мы с вами празднуем такой, наверное, очень важный для каждого из нас праздник. Рождество Крестителя Спасого Иоанна. Я не буду рассказывать его историю, не буду говорить о том, что действительно это долгожданный ребенок у родителей, которые перестали надеяться на то, что дети у них будут, и то, что это всегда какая-то трагедия двух любящих сердец, когда действительно вот так не получается свою любовь передать тем, кто вновь приходит в этот мир. И почему это важно? Я вот как раз хотел немножко поговорить о среде, в которой мы с вами живем, в которой рождаемся, и недаром, наверное, пришел сам Иоанн пред Христом Спасителем нашим. Ведь многие его ученики стали учениками Христовыми. Вот, но если бы Иоанна не было, возможно, эти люди и не пошли бы за Христом. Но Он был, и Он, вот как сейчас в Евангелии говорится, уготовил почву, Он был предтечей для самого Спасителя и для тех людей, которые услышали Спасителя и пошли за Ним, а потом пошли в различные уголки Римской империи и рассказали это другим людям. И так вот по цепочке, шаг за шагом, Евангелие распространилось по всему свету. И действительно, та среда, в которой мы рождаемся, очень важна. Вот, что чувствует маленький человек, когда приходит в мир, если родители его, ну, не любят друг друга, или относятся к друг другу с пренебрежением? Что может случиться с таким маленьким человеком в мире? Да беда, конечно. Но ведь это касается не только рождения детей, это касается и самой нашей с вами церкви, и самого нашего общения. Когда с нами люди ближние встречаются, что они видят в нас, что мы приносим к ним из этого храма и после наших служб. Ведь это тоже очень важно и нужно тем, которым это слово, слово о Христе еще не дошло. Вот сколько бы я ни говорил тем людям, которые рядом со мной находятся, все это будет совершенно бессмысленно, если они будут меня видеть такого, какой я есть, который срывается, который падает, который не прощает. Если я не буду учиться, срываясь и падать, вставать, а когда обижаю кого-то, просить прощения. Ведь понятно, что жизнь наша, она не такая, что взял, стал хорошим, и ты достиг великих высот. Мало кому это удавалось. Ну, и удавалось ли вообще? Ну, очень важно, чтобы нас как раз видели такими, которые могут сорваться, но могут потом подойти к тому человеку и сказать, прости меня, брат, сестра, прости, я не хотел. Я готов что-то сделать для тебя хорошее, потому что я понимаю, что я вот сейчас сделал неправильно. И как это важно, обнять другого, когда ты вот так совершил, так поступил. А падения будут, и их будет немало. Но ведь в этом-то и весь, мне кажется, смысл христианства в том, чтобы вырастать из своих грехов и говорить другим, даже если я падаю, я могу встать. Даже если у меня будут темные времена, я могу поделиться с тобой светлыми. Даже если я постараюсь поставить на ком-то точку, я отменю эту точку. И это очень важно. Та среда, в которую мы приходим. И действительно, именно такая среда дает великих святых. Если почитать житие преподобного Сергия Радонежского, не будь у него таких родителей, был бы Сергий, не будь Иоанна предтечи вот таких родителей, был бы он тем, о котором мы с вами знаем. Не было бы Николая Японского, не было бы Силуана Афонского. И так-так можно продолжать. И таких людей очень много. И стоит вот задуматься, а что я вот здесь сейчас стою? Что я принесу тем, кто живут вне этого храма? Что я им подарю? Приду уставший, нагруженный своей собственной работой и сорвусь на ком-то? Или я приду и подарю немножко тепла? И может быть, тогда меня спросят, а где ты был? А что с тобой было? А откуда ты пришел? Вот такой теплый, вот такой улыбающийся. И тогда, может, только тогда стоит рассказать. Ты знаешь, а я сегодня был на празднике, празднике Рождества, такого великого пророка, как Иоанн предтечи. И ведь если посмотреть даже на его жизнь, он не требовал от людей сверхъестественного. Помните, когда он уже повзрослел и стал большим, он говорил тем людям, которые к нему приходили совершенно простейшие истины, вот о которых мы часто даже не задумываемся. воинам, не обижайте никого. Мытарям, сборщикам, не берите больше вашего жалования и то, что вам положено. Какие-то совершенно нормальные истины, которые, казалось бы, и так нужно исполнять. А на самом деле мы о них забываем. Что быть хорошим специалистом на том месте, на которое мы поставлены, гораздо важнее, чем тысячи слов, сказанных о Христе. Потому что, когда человек увидит, что вот, что этим двигает человеком, который делает свое дело, как пред лицом Бога, что в нем есть, и станет этим интересоваться, это гораздо важнее, если мы будем говорить постоянно о Христе, но совершенно своей жизни не исполнять этих простых, казалось бы, вещей. Ведь это быстро видится со стороны и быстро нас раскусят. И что толку? Да никакого. И нам важно учиться какой-то радости, потому что этой радостью нужно делиться в такие темные времена, когда горя гораздо больше, к какому-то, не знаю, состраданию, потому что сейчас гораздо важнее этому учиться, потому что горя гораздо больше. Потому что иногда ты попадаешь в ту среду, где другим это нужно, чтобы ты немножко их обнял, немножко побыл с ними. Ведь, возможно, это твоя проповедь евангельская по отношению к другим. И это бывает у каждого из нас. В любой момент нашей жизни я хотел своим каким-то опытом поделиться. Вот сейчас, на этой неделе, мне пришлось отпевать маленького мальчика восьми лет. И я, когда ехал на кладбище, у меня были тяжелейшие какие-то мысли, думы. И так получилось, что мы приезжали мимо одного села, и выбежала одна старушка с цветами, оказалась она родственница тех людей, которые хоронили этого ребенка. А они не заметили этого. И она тоже хотела быть там. Но вот я оказался на ее пути. Я думал, что она просто хочет передать цветы, но мы ее подобрали, довезли. И когда мы ехали, а там много лесных дорог, потому что кладбище такое лесное, я немножко заблудился. И она разрядила ситуацию, сказав простые вещи. Когда я стал, по какой дороге ехать, она спокойна, радостна, но, может быть, это немножко и черный юмор, сказала, езжай по любой, все равно любая дорога приведет тебя на кладбище. И вот это отношение, вот эта деревенская старушка, ее интонация, ее какие-то добрые слова по этой дороге, немножко в моем углу мыслей они развеяли. Вот. Хотя надо было держаться, надо было что-то доброе сказать тем людям, которые хоронили своего собственного ребенка. А это непросто, это тяжело. Они нуждались в том, чтобы какие-то слова были сказаны. Они нуждались в том, чтобы с ними кто-то побыл в этот момент. Но если не брать такие трагические события, да, не только детям, нам, взрослым, и тем, кто собирается здесь, важно, чтобы мы не были чужими друг другу. Так это важно очень, чтобы я сюда пришел, а кто-то улыбнулся мне. Это так важно, потому что я отсюда уйду совсем другим. Поэтому давайте в этот светлый праздник Рождества Иоанна Претечи вспоминать о том, что как важна среда. А в этой среде каждый из нас. Что здесь нет мимо проходящего. Наша с вами улыбка, доброе слово, теплый взгляд гораздо важнее сейчас многим, чем тысячи слов сказанные без сердца. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова